Всем привет! О, здорово! Нет, мы в общественном парке, привет, поэтому вам сегодня я попытаюсь сделать такой выпуск велоновостей. И мы только что проходили вывеску, видели о том, что в Германии Министерство экономики, и сейчас я расскажу почему, субсидирует 30% скидки на все велосипеды-тягачи, так называемые. Это мое патентированное русское название этим велосипедом, вот такого-то типа, вот такого-то типа и прочих. 30% со всей стоимости субсидируют, можно брать, можно кататься, можно заменять машины и тем более заменять джипы. Про джипы, если хотите, джипы SUV я имею в виду, отдельное видео. Но сегодня, конечно же, я хотел представить вам продолжение водородных моторов, и да, они пришли в велотему. H2, H2, соответственно, велосипед от вот этой вот марки, вот так вот он выглядит, фактически теперь не на аккумуляторе, а на водороде. 2 литра газовый баллон, соответственно, стоит в нижней трубе рамы и позволяет велосипеду перемещаться до 100 километров с одного заряда. Пару минусов, пару плюсов об этой новости сразу. Велосипед недоступен пока в серии, во Франции он доступен разве что некоторым фирмам, для того, чтобы люди смогли снять этот велосипед для коротких поездок по городу, возможно. Ну, как вот в России, в том числе, мы с Камилой брали за сколько там, 700 рублей в час или что. Маутенбайк во Франции можно взять и байк на водороде за не знаю сколько, еще появится вся эта тема. Но там тоже какой минус, есть аккумулятор. Он гораздо меньше, чем в обычных и байках, но есть 150, по-моему, ватт-час он стоит, чтобы это все конвертировать, видимо. И это пока еще не идеально, то есть я не уверен, технически возможно ли вообще без аккумулятора все это приводить в действие. Но вот так вот пока. И сам велосипед будет стоить 7500 евро, пока от одной фирмы, я там поминаю, да, то есть и байки раньше стоили, до сих пор некоторые есть, которые дороже, могут меньше. Соответственно, у них гораздо меньше срок действия с одного заряда батареи. Говоря о батарее, то есть о баллоне, его достаточно зарядить или газ пускать всего минуту-две, и уже все, 100 километров вы можете дальше ехать. Очередной минус, вот эта штучка, в которой зарядка будет происходить, ему достаточно электричества и воду иметь. То есть все, можете буквально каждый установить, минус, вся эта установка будет стоить около 100 тысяч евро или 70 тысяч евро, что-то такое, короче, неподъемно. Мы до сих пор ждем будущего, прекрасного будущего, в котором машины будут на водороде, велосипеды будут на водороде. Относительно того, что будет, если ты упадешь на этом велосипеде, тоже вроде все продумано. Вроде все продумано, то есть вы не взорветесь, и городок, в котором вы будете ездить на своем водородном велосипеде, тоже вместе с ним не взорвется. Менее полезные изобретения. Alexa пришла и в VeloSport, теперь первый e-bike, который поддерживает сервис Alexa от Amazon, соответственно, укомплектован и доступен к продажам. Он будет уже в этом году, по-моему, не знаю, сколько будет стоить еще. Но вы сможете поговорить не только с вашими воображаемыми друзьями, но и с Alexei во время велопоездки, не отпуская руки от руля. Спросить можно будет все, что, как у обычной Alexei, куда мне ехать, зачем мне ехать, что вообще происходит, какая погода будет и так далее. Можно, я себе представляю, во время поездки, скажем, с работы до дому, уже что-то заказать с Амазона. То есть, да, иначе же мы не успеем все это сделать. И третье обновление, которым я сегодня хотел коротко поделиться, оно уже более полезное, я бы так сказал. Это автоматика на e-bike. Это то, что я действительно считаю полезным, как пользователь одного из таких e-bike. У меня S-pedalic, это штука, которая разгоняется до 45 км в час. И вы можете себе представить, с системой 1x, сзади 11, спереди 1 звезда, я действительно мучаюсь с переключением. Ну, да, проблема первого мира, если хотите, но в любом случае. Перед тем, как, если я вижу светофор красный, конечно, я переключаюсь на полегче, чтобы стартовать, чтобы не напрягать цепь излишне. Понятно, да? Когда я, получается, стартовал со светофора, я обратно переключаюсь на максимум. И так далее. То есть, сколько светофоров, столько я и провожу только что описанные манипуляции. С автоматикой от Continental, Continental 48, по-моему, это все будет называться, Continental 48 Transmission. Все это уже, да, проблемы вчерашнего дня. Соответственно, переключаться будет мотор автоматом за счет определения некоторых, да, зон. Он будет знать, когда система в напряге находится, когда начинается будет напряг, все будет, система будет переключаться. И можете себе подумать, что, да, начинается напряг, и тут бум, начинается переключение, которое вы не ожидали. Нет, эту проблему тоже решили, и это уникальность данной системы, потому что она бесступенчатая. Не будет каких-то, вот у Smart в первой, второй генерации и третьей ступенчатая, то есть роботизированная ручная коробка, и она переключается, и ты постоянно вот это чувствуешь. Нет, в этом велосипеде, соответственно, таких проблем не будет, и мне кажется, это тоже за этим будущее. И мы имеем в итоге АБС, торможение улучшенное, классное, то есть позволяет контролировать велосипед во время торможения. Понятно, что тормозная система единственное, что может сделать, это заблокировать колесо, но в данном случае как раз АБС не позволяет блокировать колесо, но и не понижать эффективность торможения, то есть контроль, можешь тормозить на полную, но ты будешь по одной линии ехать и не скатишься во враг, скажем, или куда еще. У нас имеется АБС, у нас, надеюсь, появится водород, у нас имеется автоматическое переключение, на моторы с автоматическим переключением передач, и к чему я все это, да, типа настоящий велосипедист, да и я вроде подумают, да не нужно это вообще никому. Нет, я обращаюсь сейчас к автолюбителям, конечно, и хочу им сказать, что все создано, уже было создано, но еще будет лучше все создано, чтобы вы, дорогие автолюбители, которые ради покупки хлеба уже заводят мотор, ради поездки на 1-2 километра, да хоть 5, все равно заводят мотор. Все, все условия, по крайней мере, с технической точки зрения, созданы, чтобы вы больше не делали этого, больше не использовали не экологические методы. Другой вопрос велоинфраструктуры, в том числе он критически поставлен в Германии. Да, и вы можете подумать, блин, если в Германии критически относятся к велоинфраструктуре, то как вообще относятся к этому в России? И я хочу по этому поводу сказать, конечно же, принимайте участие во всех возможных велодвижениях и прочее, чтобы заявить о себе, заявить о велодвижении. И самое важное заявление о себе, это просто поездка на велосипеде каждый день. Все, до-дого.